Вопросы присвоения Международному аэропорту Ульяновск-Боротаевка имени Николая Михайловича Карамзина и железнодорожному вокзалу Ульяновск центральной имени Владимира Ильича Ленина стал одним из главных на заседании Совета Ульяновского отделения Российского исторического общества. Своё мнение по этому вопросу высказал почётный гость заседания, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Вокзал имени Ленина, мне кажется, это интересная такая идея. По нынешним временам немного необычная, но от этого не менее привлекательная. Потому что, конечно, очень для многих Ульяновск остаётся тем самым Симбирском, где родился в 1870 году Владимир Ильич Леев. Как отметил руководитель Российского исторического общества, Ульяновский аэропорт первым в России де-факто получил имя Николая Михайловича Карамзина. Ещё в 2011 году постановлением правительства Ульяновской области было присвоено имя Николая Михайловича Карамзина на аэропорту Ульянов-Воротаевка. То есть мы были впереди в России. Но не было, скажем так, приведены процедуры на федеральном уровне. Указ президента о присвоении отдельным географическим объектом имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, вышел в 2018 году. И теперь необходимо закрепить это имя за данным географическим объектом официально. Не менее важно, чтобы документы отражали и волю жителей области. Для этого в октябре-ноябре прошлого года общественная палата региона провела общественное обсуждение. Буквально сразу после формирования 7-го сезона заместитель председателя законодательного собрания Ульяновского области Максим Александрович Сурайкин переговорил в палату обращение инициативной группы жителей города Ульяновска с просьбой провести общественное обсуждение приглашения о присвоении железнодорожного подзала Ульяновсцентральный имени нашего земляка общественного и государственного деятеля Владимира Ильича Ульянова-Левина. Параллельно в палату обратились представители Министерства транспорта. С инициативой присвоения имени ещё одного нашего земляка Николая Михайловича Карамзина международному аэропорту Ульяновск-Братаевка. Опрос населения проводился на сайте общественной палаты и с помощью телефонных звонков. В результате были учтены голоса около 1300 человек. Почти 60% участников опроса поддержали данные инициативы. Также за данные инициативы выступила исполнительная власть. Приложили все усилия со своей стороны, чтобы это было. Это имена великих людей, которые в Ульяновской области родились. И я думаю, это пойдет нам на благо. Параллельно с первым и вторым этапом голосования проводился сбор мнений экспертного сообщества. Архивисты тоже не остались в стороне. Первое, с чего воспринимает город, это, конечно, въездные ворота. Это и аэровокзал, в нашем случае, и железнодорожный вокзал. Присвоение имен двух выдающихся земляков, двух выдающихся детей Симбирско-Ульяновского края, которые известны на весь мир. Это, наверное, как раз одно из лучших решений отражения нашей региональной идентичности. Документы по итогам обсуждения Общественная палата региона в декабре прошлого года направила в Федеральную палату. После чего был сформирован пакет документов и направлен на имя председателя правительства Российской Федерации. Участники расширенного заседания Совета Ульяновского отделения Российского исторического общества тоже проголосовали за озвученные инициативы. Воздержавшихся и проголосовавших против среди членов исторического общества не оказалось.